Всем добрый утро! Сегодня у меня в работе вот такой вот ударный, пневматический гайковерт. С ним полный порядок, он только что из коробки. Мне просто нужно будет сделать быстросъем. И здесь резьба по моим замерам 3,8 трубная, коническая. Ну и разумеется 19 ниток. Инструмента такого нету, поэтому резать буду вручную. Конические резьбы вручную я резал. Ну как вручную? Продольная по ходовому винту, а поперечная, вот коническая часть, я нарезаю вручную поперечной. И подобную резьбу резать не приходилось. Я думаю, будет интересно и вам посмотреть, и мне попробовать. И вначале буду нарезать резьбу, потому что мне придется ее подгонять. Как я и говорил, плашки у меня такой нету. А подгонять придется снятием. Как право технически сказать, откреплением из патрона, из плачков. Короче, надо будет снимать, примерять и устанавливать, зажимать заново. Потому что на весу... Ну, в принципе, можно и на весу попробовать. Да, наверное, это будет проще, чем откручивать потом, чтобы биения не было. По моему справочнику, диаметры конической резьбы 3,8 дюйма, я до десяток точно говорить не буду, потому что... Ну, это не всегда имеет смысл. Значит, наибольший диаметр 16,6, наименьший диаметр 15, там 14,9, по-моему. Поэтому, раз я все режу вручную, то, соответственно, подгонять уже буду чисто визуально, чтобы резьба заворачивалась и уплотнялась. Оборота 910, проходной упорный, Т15К6. Длина резьбы будет 12 миллиметров. Длина резьба. Длина резьба. Длина резьба. Офганки. Продолжение следует... 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 Готово. Так, мне надо ключ на 22, на 24. Ну, я резьбу прославил, то есть завернулась полностью. А должно на натяг пару ниток быть. Поэтому сейчас мне нужно будет длину резьбы продлить, чтобы как раз этот натяг у меня и получился. Пару витков. Пару витков, пару ниток. При необходимости можно здесь продлить и маленечко торцануть. Сейчас я посмотрю, что у меня в итоге получаться будет. Пару витков. Абонир. Пару витков. Абонир. 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 нужно чтобы резьба не уперлась так 14 миллиметров а длина резьбы тоже 14 миллиметров 15 но сейчас я прорезаю верхняя часть больше длина это все пойму и и и и и и и и Пробую еще раз. Работает разовая, поэтому я... Особо здесь не заморачиваюсь. В основном используется быстросъема с полдюймовой резьбой. А здесь вот три восьмых. Еще и трубная. Ну, в принципе... Натяг есть. Сейчас я покажу. Давай, включай обороты. Резьбу проверь, да? Скрути, да? Ну, хотя это крутится, наверное, гайка там вращается. Но все равно это... Вначале я успею его в харю поймать, а потом понять, что гайка крутится, да? Ты что так? А ты плохое просто говоришь, поэтому реакция такая... Ну, то есть, видите? Щель зазора. То есть, вот я откручиваю. И теперь затягиваю и как раз те самые две нитки, они как раз имеются для того, чтобы затянуть коническую резьбу до упора. И она в идеале не должна шипеть. Но это я тоже потом, когда мужики его на место поставят, я попрошу, чтобы меня предупредили, когда будут включать, будет шипеть, не будет шипеть. Поэтому сейчас с резьбой пока все. И мне нужно будет заняться именно самим быстросъемом. Но там все стандартно. Ну, все готово. Быстросъем тоже готов. Я его не стал показывать, потому что... Ну, мне кажется, тут вообще все просто. Основная тема сегодняшнего видео это именно нарезание конической резьбы. Общую длину резьбы я укоротил для того, чтобы она не уперлась во внутреннюю резьбу гайковерта. И сейчас заверну и попрошу мотористов, чтобы показали. Вернее, опробовали. Ну и, разумеется, мне показали, получилось у меня нарезать резьбу это с первого раза или нет. Все затянул. Ну и все, в принципе. Иду к мотористам и, ожидая их вердикта, я думаю, что все нормально должно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok